всем привет если говорить о широких кругах любителей ножей то мне хочется отметить что по моим наблюдениям кастомные ножи то есть ножи ручной работы очень сильно обделены вниманием безусловно на это есть свои причины основными из которых являются зачастую очень высокая изначально отпускная цена от самого мастера и во-вторых длительные сроки производства и ожидания что приводит к дефициту и конечно же как в любом другом деле находятся люди которые не прочь на этом подзаработать и они начинают спекулировать и если вдруг появляется некоторая модель которая по какой-то причине начинает пользоваться более высокой популярностью среди нажиманов то это приводит к ситуациям когда ценник на эти ножи может уже превышать все мыслимые и немыслимые границы и к сожалению такие вот кричащие примеры и привели к такому вот устоявшемуся мнению что первое что приходит на ум при слове кастом это дорого но я все-таки хочу сказать что немного познакомившись с миром кастомов я с уверенностью могу сказать что существуют такие кастомные ножи даже не так такие мастера философия которых изначально стремится к тому чтобы сделать хороший качественный нож который обладает всеми атрибутами кастома то есть он делается вручную из из отличных материалов по каким-то личным технологиям того или иного человека но при этом ценник на эти ножи он не задирается просто вот умышленно сразу мастер говорит о том что он производит именно инструмент который должен быть позволителен человеку который решил что ему нужен качественный нож сейчас уже я знаю нескольких таких мастеров и на американской на живой сцене и на российской но в этом видео я хочу познакомить вас с одним из таких американских очень знаменитых мастеров на примере его прекрасного ножа речь о очень известном мастере по имени боб дозер вот его клеймо и его охотничий нож под названием buffalo river hunter бог дозер начал делать ножи очень очень давно еще когда-то в начале 60-х и производит их по сей день у него достаточно большой модельный ряд он производит и фиксиды и складные ножи его ножи подразделяются на несколько категорий не очень много но все-таки несколько есть там есть тактические ножи какие-то туристические для аудора охотничьи возможно еще какие-то более специальные некоторые дизайны боба дозера пошли в серию наиболее яркие примеры мне кажется это линия складников от фирмы кабар которая наверное является их наиболее удачным продуктом вообще среди складных ножей и вот то о чем я сказал несколько минут до этого это то что философией бога дозера является изготовление качественного инструмента по относительно доступной цене то есть понятное дело что нож ручной работы от мировой знаменитости не может стоить ну слишком дешево но здесь нужно брать некоторые пропорции и я могу вам сказать что все кастомы боба дозера в плане фиксидов складные ножи стоит немного дороже но там и производство требует других затрат значит ножи вот такого вот плана как вот этот buffalo river hunter стоят зачастую дешевле как чем мы некоторая серийка то есть вот этот нож по его отпускной цене от боба стоит как средней руки bark river и я это считаю очень и очень не ну такой правильной ценой которая реально может порадовать за годы производства своих ножей у боба дозера сложился свой некоторый стиль свои даже я бы сказал не стиль потому что ножи у него они они очень разные сами по себе но вот назовем это подход к изготовлению ножей начиная с ножен и заканчивая термообработкой самой стали значит ножны боб тоже делает сам здесь вот клейму ножны делаются из относительно тонкого кайдекса но при этом все отзывы которые я встречал об этих ножнах были только положительные и от себя я могу только лишь добавить то же самое ножны тонкие очень легкие то есть вот эти ножны весят всего лишь 33 грамма при этом они изумительно держат нож садится сюда просто намертво ничего не дребезжит вообще достается очень легко единственная возможно претензия которая может возникнуть это то что клипса здесь она такая встроенная на заклепках и позволяет носить нож на ремне только вот в горизонтальном положении но здесь такая еще ситуация что вот вот нескольких фотографий боб дозер сам на себе вот носит фиксер и он у него подвешен именно в горизонтальном положении вот спереди на ремне вот ну то есть над карманом джинсов с правой стороны и но это его идеология так он видит ношение этих ножей нужно также отметить что ну львиная доля всех дизайнов боба по своим размерам это это небольшие ножи это что-то плюс-минус как вот этот нож который вы видите перед собой для сравнения рядом с ним я могу положить и фалькнивин f1 достаточно популярный нож который многие я уверен держали в руках и можно видеть что buffalo river немножко даже меньше чем f1 который сам по себе вот в длину он небольшой нож да он крепыш такой толстенький сбитый все но он небольшой вот вот его нельзя назвать большим вот buffalo river еще меньше и многие из дизайнов боба дозера имеют еще более скромные габариты но у меня лично такое впечатление что многие из них разработаны именно для какого-то повседневного ношения не в плане edc а люди которые те же там охотники там или или чем-то занимаются там в лесу предположим у них нож всегда на себе и скорее всего это это будет фиксит который должен быть при этом не тяжелым резучим и достаточно прочным боб дозер использует сталь d2 для которой он разработала свою личную технологию термообработки которая но знаменита на весь мир то есть ну по некоторым отзывам люди говорят что порезов d2 от боба дозера они но по впечатлениям абсолютно не могут отличить ее от хорошо закаленной порошковой стали то есть вот он он выжимает из нее то что говорится просто максимум твердости которую боб заявляет на своих ножах это 60-61 единица по роквелл конкретно этот нож его длина составляет 20 сантиметров и 7 миллиметров клиночек девять с половиной сантиметров эффективная режущая кромка восемь с половиной вес ножа 140 грамм нож достаточно легкий при этом full tank три с половиной миллиметра и если посмотреть на форму этого клинка вот просто вот я от себя хочу обратить ваше внимание на форму этого клинка это ну просто идеальный drop point вот как вот должен быть хрестоматийный drop point вот это вот он посмотрите на эти спуски практически от самого обуха вогнутые спуски сведение в ноль 4 миллиметра за . достаточно грубая но боб дозер заявляет что он оставляет именно качественную доводку и за . своих ножей на усмотрение самого пользователя то есть естественно этот нужен острый будет работать но его нужно профессионально затачивать на рукояти этого ножа у нас micarta но micarta это достаточно редкая модификация от этой модели конкретно на buffalo river очень часто ставилась древесина кокоболу но же тот был представлен эта модель была представлена в 2005 году для фирмы эйджей эйджи рассел на их сайте эту модель можно заказать естественно с очень продолжительным временем ожидания но тем не менее отпускная цена на эту модель и 245-265 долларов то есть самый базовый bark river браво 1 или гони стоят тоже примерно в этом же районе очень тоненько все сведено очень аккуратно здесь вот меня просто поразило вот это вот ребро вот она с двух сторон абсолютно одинаково несмотря на то что это вот сделано вручную я вот просто вспоминаю какие-то складники от фирмы benchmark где все это делает машина и все это всегда криво то есть одной стороны где-то здесь с другой где-то на сантиметр на пол сантиметра там не доходя или наоборот дальше здесь просто просто поразительное качество хотя это это еще при том что боб дозер заявляет то что он делает в первую очередь инструмент и поэтому он не делает каких-то супер навороченных дорогих и время затратных финишей а свои ножи но нож на него смотришь он просто вылезом это рукояточка как все сделано просто идеально форма у рукоятки крайне удобно вот при своих скромных размерах он отлично сидит в моей руке и вот когда берешь его в руки вот контур такая вот эргономика это рукояти она вот сразу как-то диктует вот такой вот хвату такой вот резательный хват не вот такой немало точный вот вот именно вот так вот хочется вот тут вот и где сужается рукояточка сжать его прям пальцами вот и как-то вот прям почувствовать себя каким-то охотником просто просто изумительный нож покажу еще раз его поближе по высказыванию самого боба дозера тоже вот опять же я часто говорю вот какие-то его слова потому что они они очень меня радуют они очень близки какому-то вот моему духу моему пониманию ножевого производства и вот он сказал что в течение каждого года он выпускает всегда несколько моделей с каким-нибудь дамаском с каких-нибудь навороченных материалов и так далее но этих ножей очень мало а его сердце как он выразился остается именно с вот этими вот ножами которые вы видите в каких-нибудь и отчетах на форумах то есть у обычных людей которые купили может боба вот в них по его личному выражению он вкладывать свою душу и ну просто просто бесподобные бесподобные ножи отличный мастер с такой своей очень выдающийся на фоне остальных философий что заставляет очень внимательно к нему присмотреться и задуматься все надеюсь такой рассказ вам было интересно несмотря на то что может просто крайне редкий я я искренне считаю что это одна из самых удачных моделей вот небольших охотничьих ножей боба дозера несмотря на то что все его ножи отличные и классно сделаны классно оттермичены сведены и и все на свете но вот это вот модель этот идеальный дроп-поинт это сумасшедшая эргономика то есть вот я первый раз встречаю нож который центр тяжести которого он смещен в рукоять но при этом у меня вот почему меня в основном отталкивает такой вот баланс это какое-то постоянное ощущение того что может вот вот провалится у тебя из руки и просто порежет тебя постоянно заставляет тебя как-то сжимать его покрепче то здесь этого нет баланс в рукояти но он так вот это тяжесть она такая приятная она она так вот как-то в садится в руку что не вызывает абсолютно никакого дискомфорта то есть я понимаю что этот баланс здесь вот такой и должен быть и это но первый раз у меня такой произошел вот такой вот рассказ надеюсь вам было интересно надеюсь в будущем рассмотреть и еще кастомные ножи которые будут попадаться мне в руки надеюсь вам тоже будет интересно спасибо за просмотр пока бай бай